Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем разбирать учебы English and Medicine и у нас часть 3. Третья часть. Прочитаем задание. Practice finding out information like this. Практикуйте выяснение, to find out, это выяснять, информации подобным образом, like this. Следующим образом. Work in the same way. Проработайте, имеется в виду, ситуацию, которая нам ниже предлагается. The same way, тем же образом, также. As in task 2, как и в задании 2. Use all the methods given in language focus 2 in your questioning. Используйте все методы, все варианты, все способы, данные в разделе language focus 2, когда вы задаете вопросы. Или in your questioning – это в ваших вопросах. Doctor, which part of your head – в скобочках chest, back, etc. – is affected? Какая часть вашей головы, или грудной клетки, chest, или back – это спины, и так далее, is affected? Затронута, поражена. Пациент показывает и говорит just here, прямо вот здесь. Can you describe the pain? Вы можете описать эту боль? It's a dull sort of ache. Второе слово у нас теперь, которое означает боль, это ache. Первое слово – это pain. Итак, у нас есть несколько вариантов в списке. A dull sort of ache. A feeling of pressure. Very sore, like a knife. A burning pain. И у нас также есть несколько вариантов вопросов. Вопрос which part of your – какая часть вашей – здесь дальше слово, которое обозначает часть тела – is affected, затронута. Мы можем заменить этот вопрос двумя другими. Where does it hurt? Где это болит? Или where is it sore? Дословно, где есть это больное. И вопрос can you describe the pain? Можете ли вы описать эту боль? Мы можем заменить what's pain like? Какого рода эта боль? Или на что она похожа? Или what kind of pain is it? Какого типа эта боль? Итак, далее. Отметьте, обратите внимание, заметьте. Как врач спрашивает, есть ли anything, что-либо? Reliefs облегчает эти головные боли. Или боль при этих головных болях. Is there anything that makes them better? Is there – это есть. Anything – что-либо. Что-то. That – что. Makes them better. Делает их лучше. Легче. Или в данном случае смысл имеет в виду меньше. Similarly, I can ask. Похожим образом он может спросить. Does anything make them worse? То есть у нас было better – это лучше. Или по отношению к болям меньше. И worse – это хуже. То есть сильнее. Doctors often ask if anything else affected problem. Врачи часто спрашивают, влияет ли что-то еще на проблемы. For example, what effect does food have? Какой эффект, какое влияние имеет пища, оказывает пища? Does lying down help the pain? Когда вы ложитесь, дословно, как бы, для лежания помогает, правильно сказать, уменьшить эту боль. Does lying down help the pain? Еще раз мы видим, что не всегда получается дословно перевести английскую фразу, поэтому где-то мы переводим просто по смыслу. Better means improved or relieved. It doesn't mean cured. Better, то есть лучше, означает, что боль улучшилась. Improve – это улучшаться, глагол to improve. Глагол to relieve – это облегчать. И здесь, и здесь это в пассивной форме, то есть улучшено или уменьшено, облегчено. Это не означает, does not mean, не означает, что произошло исцеление. To be cured – это быть исцелен. И мы переходим к следующему заданию. Task 4. Задание 4. Work with a partner. Поработайте с партнером. In each of these cases, you ask your partner where the pain is. В каждом из этих случаев, in each, в каждом of these cases, из этих случаев, ask your partner, протите своего партнера, where the pain is, где боль находится. Then ask two other appropriate questions. Затем спросите или задайте два других подходящих, соответствующих вопроса. To help – это как бы достигнуть дословно. Мы переведем здесь, как прийти к диагнозу. Заключение. There is a diagram in the key. В разделе ключи или ответы есть диаграмма Showing your partner, которая показывает вашему партнеру Where to indicate – куда указывать, имеется в виду на локализацию боли In each case – в каждом случае Use all the ways of questioning Используйте все способы задавания вопроса We have studied, которые мы изучили, in this section, в этом разделе Мы помним, что когда мы спрашиваем, где что-то болит, мы задаем несколько вопросов Вначале у нас это было Which part of your – какая часть какой-либо части вашего тела is affected? Затронутое Также мы можем сказать Where does it hurt? И Where is it sore? Right across here Прямо вот здесь И в скобочках написано Indicating the central chest area Если мы поднимем чуть выше, мы увидим, что на картинке пациент показывает область груди То есть центральную область грудной клетки Can you describe the pain? Вы можете описать боль? It's like a heavy weight pressing on my chest Это подобно тому, как тяжелый груз Heavy weight pressing, давит on my chest, на мою груз Does anything make it better? Что-то делает это легче If I stop for a bit Если я останавливаюсь ненадолго It goes away Она проходит В данном примере симптомы пациента предполагают стенокорфию In this example, the patient's symptoms suggest angina Итак, мы разобрали эту часть Посмотрите ее еще раз И в следующем видео мы продолжим разбор этого задания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!